Кстати, все это женщины у двойной части. Сегодня тема быть раздраженным в хорошем смысле. Вам должны раздражаться, когда есть неморальные вещи вокруг вас. Вам должны раздражаться, если в городе творится непорядки. То есть вы есть спаситель для вашего мира, вы есть спаситель для окружающего вас. Поэтому вы должны принять гражданскую позицию, чтобы убрать нехорошие привычки, нехорошие манеры, нехорошие законы, которые есть в вашем мире. Вам должны раздражаться, если вы понимаете, что, допустим, вам надо идти к пункту Б, но вы пока находитесь в пункте А. Когда я говорю раздражаться, я не имею в виду, что надо потерять свой покой. Нет, это разные вещи. То есть вы живете в покое, но у вас должно быть, можно сказать, святое раздражение, которое вам поможет двигаться, которое вам будет толкать, чтобы стать лучшим, чтобы добыть лучший результат, чтобы отдаться полностью все, что вы имеете, чтобы отдаться лучше себе в вашем деле. Потому что если нет вот этого раздражения, вы будете просто жить там, где вы находитесь и не захотите ничего менять. Поэтому очень важно вот это хорошее раздражение, которое такает вас, чтобы продвигаться, чтобы добиться, чтобы хотеть лучше делать, чтобы хотеть быть лучшим, чтобы хотеть дать свое лучшее имение в дело, которое вы делаете. Допустим, если вы понимаете, что в городе творится беспорядок, допустим, у вас в семье или семья, которая вас окружает, сбивая женщины, вы можете встать и начинать двигаться против этого, то есть освещать народ, чтобы они поняли, что этого делать нельзя. Обучать женщины, чтобы они в первую очередь знали свое место, чтобы они поняли, что им нельзя находиться в таких отношениях, где их унижают, где их избивают, где на них плюют, но они все равно там находятся, не желая ничего меняться в этом. Говорят, что говорят, что я же вышла замуж, что мне теперь делать. Нет, вам надо менять ситуацию, вам надо освещать других, чтобы поняли, что это не нормально, чтобы быть в отношениях, где тебя избивают, потому что однажды тебя убьют, ты умрешь. Понимаешь? Надо менять ситуацию, надо принять, надо иметь вот эту раздраженность к неправильности. Стать и сказать нет, пока я в этой городе, этого не будет. Надеюсь, что вы меня поняли сегодня. Будьте раздраженными в отношениях в делах, которые неправильны, которые творятся вокруг вас. Будьте раздраженными, когда вы понимаете, что вам надо, допустим, быть совсем другими, а вы пока находитесь вот здесь, ничего не делая. Вам надо добиваться, вам надо меняться, вам надо делать все, чтобы добиться цели, которые вы себе поставили. Надеюсь, что я ясно сказала, но на этом все. Давайте будем менять себе, давайте будем менять людей вокруг нас через обучение, через освещение. Потому что написано, что народ погибает из-за невидения. Многие не знают, что так нельзя, поэтому и так и творят. Поэтому наше дело сообщать и обучать им, чтобы они знали, что действительно есть правда. Ну все, поставьте лайк, если вам нравится, скажите, что вы хотите, чтобы я обсудила на следующем видео. И что еще? Комментируйте, поделите это видео. Наконец-то пришла дождь в Харкове. Это ура! Потому что две недели мы страдали от жары. Но сегодня дождь, цели на счет дождь. И я счастлива. Поэтому делаю это видео на балкон. Надо делать дело, не важно дождь или дождь, солнце или не солнце. Поэтому давайте будем лучшими, давайте будем творить. Давайте не будем равнодушны к неправедности, которая окружает нас. Давайте не будем комфортно смотреть на неправду. Окей? Я думаю, это все. Если вы не читали книгу, оставлю все контакты. Обращайтесь со мной и получите свою книгу. Ну все, до свидания.